Я, прежде всего, хотел извиниться, что так и не смог приехать, но, как сказал Илья Аскольдович, и так все понимаю. Чарльз Дженкс в своей известной книге назвал точную дату смерти архитектуры модернизма. 15 июня 1972 года, когда был взорван первый корпус квартала Пруит-Айгол в Сент-Луисе. Однако, продолжил Дженкс, без сомнения, руины должны быть сохранены. На них следует повесить охранную доску, чтобы оставить живую память об этом провале городостроительства и архитектуры. Эти руины нужно продуманно разбросать в ландшафте в качестве постоянного напоминания и урока. Дженкс отсылает к опыту искусственных руин XVIII века, которые строили ради напоминания о пренности былого тщеславия. Однако Дженкс не был услышан. Как позже, в 2001 году, не был услышан Херберт Маскамп, архитектурный критик газеты «Нью-Йорк Таймс», призывавший сохранить руины Всемирного торгового центра. «В Нижнем Манхэттене появилось произведение архитектуры. Мемориал тем, кто погиб в террористической атаке, уже существует», писал Маскамп, также отсылая к опыту XVIII века, в частности, к гравюрам «Пиранези», которые необходимо изучить всем, кто сейчас смотрит на Ground Zero. В итоге Маскампа обвинили в эстетизации убийства, как и фотографов Стива Маккари и Джоэла Мейровица, чьи снимки и руин торгового центра показали слишком красивыми и чарующими. Современность не допускает руин. При капиталистических товарных отношениях и культуре памяти, я цитирую Андреа Сахюшина, «вещи, как товар, не могут стареть. Они становятся ненужными. Их выбрасывают или перерабатывают. Шанс для вещи постареть и стать руиной в эпоху турбокапитализма минимален». Дома либо полностью сносят, отдельные фрагменты снесенных зданий в лучшем случае переносят в музей, либо реставрируют или реконструируют, как правило, придавая им другую функцию, либо превращая в места памяти, термина им польского, в зоны культурного наследия, то есть в мемориал или в музей, как, например, деревню Ародур-Сюргуан, полностью разрушенную во время войны и законсервированную по указу де Голля. Сегодня руина существует лишь в двух временных размерениях, как музеифицированное прошлое и как дистопичное будущее. При этом, если прошлые руины превратились в немые эстетические объекты туристического потребления, то будущие руины сохранили всю семантику, присущую классическим, говорящим по определению Пиранезе, руинам – время, дистанция, память, пренность бытия и так далее. Однако важно отметить, что будущие руины лишены одной из главных составляющих руинного дискурса. Они по определению не могут вызывать чувство ностальгии. Они полностью принадлежат в сфере фантазии, а потому им свойственно моральное упрощение, как выразила Сьюзен Зонтек. Они не вызывают тревоги, но скорее снимают страхи будущего, вводят зрителя в состояние эйфории, ведь такого точно не произойдет. В этом смысле они оптимистичны. «Почему вы плачете? Ведь все теперь счастливо», – спрашивает герой Мерсье у старика, сидящего на руинах Версаля. Этим стариком, как вы знаете, был Людовик XIV, и потому, собственно, он и плакал. «Реальные руины отсылают к прошлому, к тем временам, когда существовала возможность других сценариев будущего, то есть нашего настоящего. Именно наша неудовлетворенность настоящим запускает механизм ностальгирования по прошлому, точнее, по утопическому будущему в прошедшем. Воображаемые руины, напротив, демонстрируют дистопические сценарии прошедшего в будущем и возвращают нас в прекрасное настоящее». Тема воображаемых руин, я имею в виду исключительно руины реальных городов и зданий, а не метафору руин из мифологических или христианских представлений о конце света или иконографии ада. Так вот, тема воображаемых руин родилась в XVIII веке. Вплоть до середины XIX века главными объектами дистопии были Лондон и Париж. Со второй половины XIX века, безусловно, столицей и руин становится Париж, а в XX столетии, конечно, Нью-Йорк. При этом сценарии гибели цивилизации за эти 200 с лишним лет принципиально не изменились. Экологические катастрофы, похолодания, наводнения, кометы, войны, революции. Хотя, конечно, эти сценарии были подвергнуты контекстуальному апдейту. Если в 1812 году английская поэтесса Анна Летиция Барбо представляла американского туриста на руинах Лондона, разрушенного в результате наполеоновских войн, то в наши дни авторы фильмов «День независимости» или «Обливиум» показывают Землю после атаки инопланетян. Будущие руины являются символом гибели и смены империи цивилизаций. Созерцая руины Пальмиры, вольный размышлял. Кто знает, не придет ли время, когда и наши родные страны будут так же опустошим, не заброшены. Кто знает, не будет ли когда-нибудь на берегах Сены, Семзы и Зюдерзе бродить среди мучеливых руин, такой же, как я, одинокий путешественник, оплакивая гибель народов Европы и вспоминая об их былом величии. Но кто этот одинокий путешественник из будущего? Кто именно окажется на будущих руинах Парижа, Лондона или Нью-Йорка? Как правило, это первобытный человек, представитель новой цивилизации. Следующий век Августа, писал Олпу в 1774 году, наступит по другую сторону Атлантики. В Бостоне появится новый Фукидид, в Нью-Йорке новый Ксенофонд, в Мексике Вергилий, а в Перу Ньютон. И какой-нибудь любопытный путешественник из Лимы отправится в Англию и сделает описание руин собора Святого Павла, подобное нашим книгам о руинах Баальдека и Пальмира. В середине XIX века в Англии такой парадигматической фигурой, символизирующей гибель одной цивилизации и приход на ее место другой, стал новозеландец Маури. Впервые о новозеландце написал Томас МакКолли в 1840 году, сразу после вхождения Новой Зеландии в состав Британской империи. Он представил его в полном одиночестве, стоящем на разрушенной арке Лондонского моста, чтобы зарисовать руины собора Святого Павла. Подобным образом руины Парижа будут созерцать представители французских колоний. Это, можно сказать, такой прото-постколониальный дискурс был. Канаки из Новой Пеледонии окажутся на руинах Парижа в 4875 году в романе Альфреда Франклена. Или же сами французы после замерзания Европы, переселившиеся на Мадагаскар и превратившиеся в примитивный народ в новелле «Октава Бильяр». В 1951 году руина Нью-Йорка будет осматривать персидский адмирал Ханли в новелле Митчелла «Последний американец». А в 1978 году среди руин Нью-Йорка будет обитать цивилизация обезьян в фильме «Планета обезьян». Образ примитивного человека, рисующего руины прошлого, раскапывающего и в некоторых случаях реставрирующего их, то есть изучающего и обучающегося, отсылает к ретурвианской концепции примитивной хижины, построенной первобытным человеком после обретения огня. Обретение огня по витрувию символизировало рождение новой цивилизации, начало общества, языка и архитектуры. Таким образом, цивилизация и история циклично начинаются и заканчиваются первобытным человеком. Это знаки прошлого человечества, которые вновь и вновь возвращаются в будущее. Хотя будущие руины воображались под впечатлением от реальных исторических событий, землетрясений, комет, пожаров, войн, эпидемий и так далее, но это будущее уходило далеко вперед, вплоть до десятого тысячелетия. При этом, каким бы далеким не было это будущее, воображаемыми руинами оказывались развалины не будущих построек, а современных или существующих сегодня. Пантеон, ярко-звезды, Лувр, Ноттердам, Эйфелева башня в Париже, собор Святого Павла или здание парламента в Лондоне, статуя свободы или музей Гуденхайма в Нью-Йорке. Именно по современным руинам путешественники будущего опознают места, в которые они попали. Так путешественники из Мадагаскара убедились в том, что они нашли именно Парис, лишь по башням собора Нотр-Дам, известного им по описанию из чудом сохранившейся в будущем книги Виктора Гюго. Но будущие руины являются не только опознавательными знаками прошлого. Они символизируют силу искусства, неподвластного времени. Стать руиной – значит сохраниться, а не погибнуть. Причувствуя будущее, Льон Солон написал сказку о будущих археологах, раскапывающих его собственный дом в Лондоне, а также изобразил в виде руин свою главную постройку – Банк Англии. «Когда Лондон будет разрушен», чуть позже писал Джеймс Элмс, «Банк Англии останется едва ли не единственной руиной, показывающей прежнее величие города». И предчувствие Солона не подвело. Банк Англии был разрушен во время бомбежек Лондона фашистами, но потом, конечно, восстановлен. Так эстетизация руин прошлого, начавшаяся в новое время, привела к тому, что искусство стало восприниматься как единственное, что выживет в будущем, после гибели цивилизации. На картине Вибера Робера три скульптура символизируют это бессмертие искусства перед лицом времени. Статуя Аполлона Бельведерского, у ее подножия Бюстера Фаэля из пантеона работы Карла Маратти, и справа умирающий раб Никеланди. Однако очевидно, что в будущее попадет не все искусство, а только избранные шедевры. Но как осуществить отбор шедевров для будущего? Тут предлагаются два сценария. Первый – сохранить то, что удалось спасти. В новелле Бельяра из всей коллекции Лувра сохранилась ли с Венера Миловска. В фильме «Дитя человеческое» в здании галереи «Тейт Модерн» разместился ковчег искусств. Это место, куда во время эпидемии 2027 года со всего мира свозят спасенные произведения. Например, вот Давида. Правда, с обломанной ногой. Пьету рассказывает хранитель ковчега, Пьету Микеланджело. Мы не спасли, ее разбили на мелкие кусочки. Второй сценарий – заранее назначить шедевры. На картине Жанна Батиста Музеса время, показывающего руины, которые оно приносит, и шедевры, которые еще предстоит открыть, руины принадлежат настоящему, а шедевры – будущему. На эскизе, созданном в 1921 году, вероятно, сразу после смерти Наполеона, художник поместил императора рядом с Гомером и Лакаон. Однако в финальной версии, наверняка по цензурным соображениям, с шедеврами были назначены более традиционные Венера-Милосская и Бельведерский торт. Комор и Меламид, одобрав шедевры современного искусства, сразу превратили их в руины, тем самым заранее причислив их к категории неприкасаемых для времени. Художники будто буквально последовали наставлению Дидро, чтобы сделать дворец достойным внимания, надо превратить его в руины. Чтобы шедевры точно сохранились в будущем, их уже сейчас консервируют. Джоконда в ожидании будущего уже находится в сейфике. Или же помещают в музее-бункере, как, например, в музее Отсука в Японии. Пока в музее Отсука хранятся лишь высокоточные копии мировых шедевров. Однако, как уверяют у строителей музея, эти копии проживут гораздо дольше, чем оригиналы, которым не избежать разрушительного воздействия времени. А это значит, что когда-нибудь именно они станут оригиналами. В фильме 2012 год в ожидании глобальной катастрофы строят несколько ковчегов, суперкораблей, предназначенных не только для спасения человечества, но и животных и произведений искусства. Доктор, видимо, искусствоведения Лора Уилсон по стечению обстоятельств дочь президента США объезжает крупнейшие музеи мира и забирает главные, по ее мнению, шедевры, заменяя их копиями. В фильме появляются лишь два произведения Джокондо и тот же Давид, а также упоминается некая работа Пикассо. А среди музеев, чьи экспонаты грузят на ковчеге, Метрополитен, Битанский музей, Мома, Смитсонин, Тейт, Лувр и Эрмитаж. Но всего по ящику из каждого. Если хранителю ковчега искусств Тейта достается то, что удалось спасти, то доктор Уилсон сама отбирает седевы, предназначенные для будущего, тем самым выступая в роли суперколлекционера. Инсталляции Ли и Кабакова в будущее возьмут не всех. Картины, опоздавшие на уходящий в будущее поезд с шедеврами, остались лежать на вокзальном перроне. Согласно комментарию самого художника, инсталляция представляет собой размышления на тему будущего восприятия нашей современности. Задумывается ли настоящее, отправляя шедевры в будущее, о том, как эти шедевры будут там приняты? Сохранят ли они статус шедевра или окажутся курьезами, значение которых будет непонятно будущим зрителям, критикам, коллекционерам? Подобное недоверие к будущим исследователям, но в сатирической форме, можно встретить и в археологических дистопиях XIX века. Так в романе Франклена путешественники из Новой Каледонии, исследуя руины Париза, дают им неверные интерпретации. Название битв на арке звезды они принимают за имена генералов, Лувр считают некрополем, а Венера Милосскую работают скульптора Карпо конца XVI века и безуспешно пытаются найти ее руки. Сочетание уходящего будущего поезда и так и оставшееся в настоящем, то есть в прошлом, кучки картин отсылает к образу, который сам Кабаков определил термином стройка-помойка. Я цитирую, строительство оказывается иллюзорным, и уже в самом строительстве присутствует разрушение, развал, исчезновение в первоначальном хаосе небытии. Конец цитаты. Таким образом, любая стройка, символизирующая будущее, предчувствует собственные руины, а любая руина, то есть помойка, обращенная в прошлое, подразумевает потенциальное новое строительство. Превращая шедевр в руину, чтобы он точно сохранился, художники очевидно рассчитывают на то, что в будущем его отреставрируют, поскольку будущее, как и современность, также не будет допускать руин. Спасибо.